МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Времен, связующая нить. Под таким названием в центре досуга открылась выставка, приуроченная ко дню работников химической промышленности. Столь масштабная экспозиция представлена сотрудниками Музея Саенс-химпласта впервые и оставит массу положительных эмоций у людей, судьба которых так или иначе связана с заводом. 30-й цех, стадии 500, перулис. Вот как раз три печки у нас, 501 А, Б, Ц, печку Ц при мне пускали. И вот потом мы съездили в Германию, запускали вот это крыкинг. Вот такая красивая труба стоит зарабущая, вот это печка крыкинга. Вот, ну все, сейчас я уже на пенсии. Но вообще интересно вот это все посмотреть, конечно, всколыхнулась конкретно. Вообще вот какая-то гордость такая, что вот мы участвовали в этом строительстве, мы участвовали, мы поднимали участие в жизни этого завода, мы выполняли и перевыполняли план. Потому что когда мы работали, для нас 16 тысяч винилов в месяц, ой, это была такая, как сказать, цифра. А сейчас они 24-25 делают, и вроде в порядке вещей. Так что вот это мы все потихонечку начинали. Интересно, конечно. На заводе 30 с лишним лет отработал, так что за сердце берет все. Владимир Лукьянов, человек, увлеченный в свою коллекцию ради аппаратуры прошлых лет, он представил на суд зрителя. Это не только память завода, но это еще и память моего детства. Я, мол, совсем когда была маленькая, еще 6-й, 4-й, 5-й, эти пластинки, это радио. То есть я как будто не только память завода, окунулась именно в то детство и посмотрела все это. Ну, навевает такие события, которые радостные, приятные, молодые. Также уникальной является подборка периодических изданий, представленной ветераном саймсхемпласта Анатолием Матюхиным. Экспозиция называется «Времен свезущей нить». Вот, придя сюда, казалось бы, не совсем большой такой зал, что тут можно было показать, но здесь это же так здорово. Во-первых, видишь всех молодыми, молодыми, молоденькими, даже можно сказать. И видишь на разные этапы именно становления завода, развития завода и все такое. Но меня больше всего поразило вот что. Вот здесь, смотрю, представленный журнал за какой-то год, за 83-й год. О нашем заводе писали, ну, во-первых, по всей стране. И главное за рубежом. Вот не знаю на каком это языке, то ли на немецком, то ли на английском, то ли еще на каком-то. Но главное вот здесь рассказывать о нашем заводе, ну, где-то вот за границей. Это же здорово, вообще прекрасно. Я сначала не увидела что-то на иностранном языке, а потом, господи, да когда же все позволить, это же все за рубеже. Так что это просто здорово. Вообще мы очень рады видеть здесь вот знакомые лица. И гордимся тем, что мы отработали по много-много лет на заводе, вот в системе объединения нашего заводского. Я прибыл в 1976 году. Как раз, собственно, только начало строительства было, поэтому здесь вот все представлено, как начинало. Очень хорошее впечатление вот эта экспозиция производит, поскольку здесь представлено буквально все. И доставка крупногабаритного оборудования, реакторов для вот основного цеха полимеризации винилхлорида. Значит, и моменты пуска, малой установки, полимеризации, это еще до того, как было пущено основное производство, то есть большие реактора. Все этапы, вот мы видим, по затарке, значит, получение вот юбилейных тонн миллионных, вот последняя пятимиллионная тонна ПВХ. Много кто работал вот в эти времена и до сих пор работает, ну, в основном, в основном, конечно, сейчас молодежь уже много или уехала в другие города, будучи вот ушедшими на пенсию, или же, ну, многие ушли, так сказать. Ну, и до сих пор, безусловно, в Саянске много ветеранов, которые отдали по 30, по 40 лет вот производству, внесли, безусловно, большую лепту. И прямо очень отрадно видеть вот на этих экспозициях их лица. Без сомнения, такая экспозиция должна расширяться и пополняться новыми экспонатами, семейными и реликвиями заводчан, интересными документами. Глядя на фотографии, которые мы выставили, да, вот из своих архивов, вот уже несколько человек сегодня сказали, а у меня есть вот такая фотография, а у меня есть такая. То есть у них появилось желание поделиться с музеем. И таким образом мы тоже пополним вот свою коллекцию музейную. Мне хотелось бы пригласить на выставку не только работников завода, но и, может быть, горожан и школьников. Я думаю, что и для них здесь будет интересно. Выставка будет работать с 9 до 6 ежедневно. Выставка «Времен, связующая нить» – это не только много познавательной и увлекательной информации. В ней скрыта энергия тысячи людей, живших единым порывом, людей, что строили, надеялись, вершили великие дела и верили в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова